фиктурой intel ну на самом деле материал который я тут буду вам показывать он достаточно обзорный и подавляющая часть она присутствует в инструкции intel по своим процессором такой небольшой файл pdf который доступен для скачивания вы можете там набрать где-то там ну в конце будет слайд с названием точным в гугле наберете последняя версия которую я пролистывал недавно я вам ее покажу 3000 с лишним страниц вот там ответы на все вопросы которые вы там задавали а как вот вот что там происходит там еще с чем-то со стеком и так далее вот сегодня мы попытаемся сделать следующее я попытаюсь вам показать куда движется развитие ну intel до процессоров какую сторону без серьезных деталей это первое и какой-то общий ну это называется где кьюшен инвайромент то есть некое вот окружение которое имеет программист когда работает с процессором то есть какие регистры ему там доступны ну вот все вот это дело которое до сих пор у нас было не определено потому что она как бы процессор специфик да или architecture специфик вот это первая часть вторая часть вторая часть которой мы будем заниматься на практическая я вам покажу как написать примитивную программу hello world на ассемблере под linux у кого-нибудь есть на компьютер с linux здесь собой да ну вот я вам рекомендую но наверное у всех у вас есть компьютер или не у всех которые можно носить на занятия вот начиная с этой с этого занятия вам рекомендую носить этот компьютер если у кого-то нет linux а у кого нет linux а поднимите руку так три человека на но не считай меня нет давайте признаемся я вот даже руку поднял значит у кого нет linux а пожалуйста возьмите виртуальную машину создайте какой-то поставьте ubuntu там вот это вызовет какие-то сложности у вас или нет за неделю это реально победить как вы считаете да все значит отличие в дистрибутивах но нам они не очень важны то есть единственное вот вот что важно я рекомендую ставить 32 разрядную систему почему потому что не у всех 64 разрядная а ассемблер ну и вот инструкции регистры они отличаются поэтому мы будем работать с менее как бы новой до смене и функциональной но зато у всех она будет доступна окей то есть вот это требование до следующий раз иметь уже настроенный linux значит что надо будет поставить вот это важно да значит надо поставить если вы будете ставить ubuntu какой-нибудь надо поставить пакет build build essential вот и второй но наверное поставится по зависимости но тем не менее я вам напишу binutils вот то есть build essential и binutils то есть это средство разработки но в принципе если вы что-то пишите там gcc у вас стоит то скорее всего у вас это уже стоит но возможно нет процессор intel до перед тем как мы об этом поговорим надо понять я вам это уже вроде говорил какие есть два класса процессоров да вот два две ветки развития процессорной техники значит первое это риск да а вторая это cisco кто-нибудь знает как расшифровывается в обратную сторону только вот это reduced да то есть урезанный набор инструкций речь что богатый это неврально ну значит я давно не читал википедию значит вот это сокращенный набор инструкций а вот это комплексный то есть полный набор инструкций до богатый до набор инструкций а вот значит вот здесь представители так таким представителем которые мы будем рассматривать является арм до рем это скажем так архитектура процессоров вот здесь ну вот intel все никакие другие классы мы рассматривать не будем у нас слишком мало времени вот но почему эти два класса выбраны потому что если я возьму какой у кого из телефона поднимите вот вот там стоит арм процессор да вот я могу поднять компьютер там стоит intel и ну или что-нибудь такое этого подобное вот поэтому эти два класса выбраны потому что у каждого из вас есть и тот и другой процессор ну с большой вероятность но существовало я бы так сказал существовало и существует разное количество процессоров да и внутри каждого из этих классов есть ну вот некие там виды да там с там очень длинными кодированием инструкция про этом ну что-то расскажу немножко да но скажем так если не брать экспериментальные процессоры какие-то ну не скажем так не популярные да то вот процессоры общего назначения они четко делятся на эти два класса вот понятно что вы можете сделать там специальный процессор но непонятно до система команд то есть непонятно вот теперь да конечно на самом деле внутри рисковые это правда я вам даже сейчас как пару картинок покажу но ну как говорит что это совсем правда не очень хорошо но давайте так я вам покажу несколько картинок из их них мануалов мы их обсудим вот и вы тогда сами сделаете вывод это правда я говорил про микрокод про обновление процесса вот и так перед тем как мы посмотрим как архитектурно менялись процессоры intel некоторые классы да там очень много их вот давайте поговорим что поменялось но с точки зрения пользователя ну вот вы пользователя смысле программисты до начиная там от двести восемь шестого или даже 08 шестого до вот современных там каких-то там шесть четырех разрядных там кор или атом или что то потому что что заметного на ваш взгляд было какие вы вехи можете вспомнить или для вас по барабану да разрядность 1 то есть меняется разрядность значит первый процессор с которым intel вышел на рынок был четырех разрядный вот значит процессор общего назначения был 4040 что-то там 48 что так вот можете там опять же в википедии посмотреть да значит разрядность постоянно меняется да надо понимать что это процессоры общего назначения да это не специальный процессор там для обработки сигналов не специальный процессор для обработки там не знаю чего каких-то там кодирования тогда когда это общего назначения программируемый блок какой-то который предлагает систему команд может набор команд маленький но кстати они универсальны что еще многопоточность я не знаю что такое многопоточность с точки зрения процессора такого такого нет многоядерность да то есть возможность исполнять код параллельно скажем так да возможность я не помню есть у меня картинка с корр нету наверное мы посмотрите в инструкции то есть возможность поддерживать на системном уровне на аппаратном уровне такие сущности как поток исполнения да то есть набор скажем так ну несколько наличие нескольких контекстов в одно и то же время да то есть набора регистр давайте вспомним что такой контекст я говорил не говорил но нам надо это проговорить и так что такой контекст значит вот процессор предлагает вам некое программное окружение да то есть что такое программное окружение вернее не программное окружение а некоторые вот аппаратное окружение на котором вы исполнять свои программы что это такое это какие-то регистры что такое регистры регистра это память это быстрая память но в отличие от памяти обычной где все байты слова или это длинные слова или какие-то типы данных адресуемые по указателям да по номерам по адрес теперь рисуем и по имени а изначально регистры ну вот так их стали нумеровать поле там а b c я про это уже залез в прошлый раз там b c и так далее регистр общего назначения да ну часть из них считалось что они являются там арифметическими ну например а и b да это регистр который содержит операнды допустим сложение если в регистр а мы кладем одно значение в регистр б другое выполняем им операцию вызываем команду процессора да то в результате вот некоторых магических действий в регистре опять же а оказывается результат сложения то есть как вот это работает к сожалению доска такая но извините вот как это работает как вот с точки зрения прикладного программиста программировать процессор общего назначения да у него есть команда ну давайте его я уже интелл ски буду использовать команды вот например есть команда мув приметь два оператора два операнда откуда источник сердце и назначение дст куда да да и есть команда например там адд то есть сложить адд без аргумента то есть вот для того чтобы сложить два числа просто в каком-то процессоре да ну intel да надо выполнить три команды надо сделать мув то есть мув это ну мув мув до буквы е не хватает переместить число какое-то допустим из памяти с адреса допустим там три шесть семь восемь неважно сейчас мы с этим разберемся с адресами в регистр ну который как-то называется а мув 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 там три шесть девять б а дальше сделать адд например так как она понимает значит вот система команд и инструкция на процессор она описывает как делать команду мув или бул или что-то да то есть если в языке те программирования ну возможен и другой синтаксис возможно несколько вариантов команды да может быть вот так адд допустим один оперант допустим а б то есть в регистр а добавить то что лежит в регистре б ну все равно их надо загрузить да значит вот синтаксис команд идет вместе с процессором это некая инструкция до большая документ сейчас мы разберемся как это на техническом уровне ну как программист узнает о том что что с этим делать для того чтобы об этом поговорить нам надо вспомнить вот что когда вы программируете на языке высокого уровня например носить да у вас что есть у вас есть некий способ декларации как использовать функцию да вы пишете там не знаю int допустим f int x int y правильно вот вы продекларировали даже функция это не реализовано но вот эта декларация да как про таки значит что вот это обозначает это обозначает следующее что вот эту функцию можно вызвать как бы с двумя аргументами там допустим длинны там какое-то слово да и возвращает она слова с точки зрения процессора вот такая же декларация задана аппарат на то есть например если у вас есть вот команда адд там написано ну или давайте попроще команд возьмем инк это инкремент допустим там а вот регистра а это просто прибавление единички вот описание вот этой простой команды выглядит следующим образом значит в инструкции на процессор да значит инк инкремент целочисленного значения до увеличения на единицу аргумента аргумента может быть первое регистр чем регистры может могут быть разные короткие длинные по длине и сейчас про это чуть поговорим может быть память вот там байт опять же память тоже разного размера бывает бывает слово там двойное слово и так далее вот дальше результат операции это важно где результат результат лежит там же может быть продекларировано может быть продекларированный результат там регистре x побочные эффекты вот например у нас компьютер четырех битный да там было такое число в x но загрузили move а и а f ну давайте так 0x ф на загрузили то есть мы в а загрузили что все единицы четырех битный компьютер у нас 16 давайте так если я что-то говорю непонятно и у меня останавливаете когда пишут 0x на это значит что 16 речное число да ну так принято просто так удобнее значит значит вот первая команда загрузили в x в а в регистр а загрузили а теперь делаем так инк а что будет в регистре если я сказал что вот это инкремент аргумента 4 будет что 0 и да хорошо 0 и но тогда вот есть побочный эффект то есть вообще-то говоря надо понять что произошло почему там 0 и да значит у нас есть регистр флагов это другой регистр я вам про него говорил то есть вот это регистр общего назначения да есть регистр флагов это тоже память у него тоже есть имя но да сейчас значит вот то как мы используем есть некоторые различия в том какой синтаксис используют разные ассемблеры вот есть там intel оске есть там и тенте есть ну то есть это зависит я вам специально сейчас говорю вот так как вам придется программировать под линуксом да там вот немножко перевернуты пока об этом думать не надо надо думать так что вот есть мануал там как бы написано вот ну или да это потому что я исторически это очень правильно спросили потому что я как это давно на ассемблере начинал писать и как у меня иногда путаются причем когда я говорю с такими маленькими регистрами вы могли услышать я говорю иногда а x там ну просто я на четырехразрядных компьютерах реально не программировал значит move значит 0 x f да в а да вот здесь правильно вот так корректно вот так вот когда мы увеличили вот этот вот вот этот регистр у нас действительно появился 0 потому что переполнился да ну разрядность переполнился регистр переполнился да но мы должны вот этот побочный эффект переполнения как-то отловить для того чтобы это отловить у нас есть специальный регистр флагов который отличается от всех остальных регистров тем что к нему существует набор команд установки или снятия отдельных бит вот там есть такой флажок который называется о ну неважно как он называется куда флажок от флажок который обозначает переполнение и если у нас в регистре произошло переполнение вот в этом то этот флажок поднят если переполнение не было этот флажок опущен ну поднят значит один опущен значит 0 значит нет такой флажок смотрите флаги тоже делятся по группам также как и регистры некоторые флаги связаны с арифметическими операциями значит вообще логика такая вы выполняете какую-то команду на процессоре она атомарно у нее есть входные данные они описаны у нее есть выходные данные они описаны где лежит результат у нее есть побочные эффекты как себя ведет регистр флагов какие флажки себя как ведут если то если все если там что-то такое вот значит теперь если два ядра давайте не будем забегать да но надо думать вот о чем я здесь начал вот этот разговор про контекст да вот это вот как бы контекст одного потока исполнения свой набор регистров свой там не знаю свои значения флагов и так далее свои операции который процессор выполняет вот когда у нас есть несколько процессоров несколько ядер или что-то такое да у нас существует несколько контекстов да и если мы ну очевидно да если мы выполняем параллельно несколько операций арифметических ну допустим 2 то наверное у нас их результат не совпадает друг с другом в общем случае но иногда может совпадать а иногда вот дальше ну про вот примерно как сложить два числа понятно да что вот с чем работает программист от уровень даем рассказывает теперь давайте немножко еще ниже спустимся но я обещаю что ниже спускаться не будем то есть транзисторы паять не будем теперь ну вот я тут написал какие-то команды это язык да но это в общем то какой-то высокоуровневый язык да в общем то ну похоже да что move тут что-то такое да но на самом деле это не совсем так есть уровень так называемых не знаю машинных кодов вот кто-то такое слышал или нет кто не слышал так не слышал а четыре человека значит все остальные слышу но 5 ладно значит те кто слышали можете объяснить уже того машинный код так машинный код 0 на так так вот все все что я услышал он очень правильно звучит я к этому и веду да то есть на самом деле помните если мы первую там мою значит лекцию вспомним там была такая идея что в общем-то вычислительное устройство какое-то да вот железная она выглядит так у меня есть какие-то ножки куда поддаются вот какие-то сигналы да на каких-то ножках получается выход это двоичная система если хотите да это значит что управлять аппаратным устройством мы можем просто формируя какие-то сигналы на ножках никак иначе а вот ну понятно сигналы это правильно кто-то там сказал про нолики единички это просто нолики единички это значит уровне напряжения да но дискретно да то есть не бывает в процессорной технике там вот два с половиной или там одна целая но это ничего не значит да либо высокий уровень либо низкий то есть либо 0 либо единица они четко различимы в этом вся фишка ну вот это значит что вот это вот это последовательность битов может на ну допустим какая то есть ширина до который мы можем манипулировать она может быть использована следующим образом часть может быть использована для кодирования операций да то есть вот я написал здесь а д д до сложить ну допустим это вот 001 или там тест ну или там же джамп 002 можем так закодировать операции вот часть может использоваться для кодирования операндов здесь мы можем сказать а значит первый оперант у нас адрес в памяти ну r16 например то есть 16 разрядный адрес что это значит это значит то следующий следующее слово следующий указатель будет содержать ну в памяти до памяти программы будет содержать просто адрес откуда надо будет взять этот аргумент операнда вот вот это вот теперь смотрите у нас получается что процессор работает с пачками каких-то бинарных чисел просто с все апреля заключается в том что эти числа мы можем взаимно однозначно отобразить на какие-то правильно сказали мнемоники то есть вот каждая строчка так называемого языка ассемблера вот который я тут пишу это просто способ запомнить машинный код ну значит что такое ассемблер ассемблер такая программа которая глядя на вот эти мнемоники генерирует бинарные ну или какие-то там какие угодно до данные которые являются собственно программой которые являются машинным кодом вот собственно мы смотрите поднялись с каких-то транзисторов до которые умеют там не знаю хранить бит или чего-нибудь складывать да уже какого-то уровня управления уже мы можем программировать в общем-то на каких-то понятных ну языках это понятный язык в общем я считаю правильно вот раньше раньше когда не было ассемблера что значит не было сэмблера не было программы которая осуществлять трансляцию из этого вот вида в значит какой-то другой ну приходилось по таблице искать там чё-то например ну ну просто как-то давно значит я решил что надо бы в арсенале иметь возможность программировать ну как бы сказать я программировал в машинных кодах да я построил несколько машинных кодов и и вот просто помню что вот если написать инструкцию сиди значит 19 этого трибута то есть но понятно что сейчас защищенном режиме это не отработает но вот то есть как бы вот это into 19 сиди это in interrupt 19 это ребут вот то есть вот можно считать что тоже теперь знаете машинный код то есть по крайней мере если вы возьмете текстовый редактор 16-ричном режиме откроете запишите туда два таких байта и запустите эту программу в досе ваш компьютер перезагрузится на intel то есть вот добро пожаловать да вот дальше говорим про контекст что еще в контексте такого есть значит в контексте так мне главное не не пролететь со временем да нормально значит в контексте вашим вычислителем что еще есть есть помимо регистров общего назначения есть еще но они тоже регистры общего назначения но их изначально называли индексными то есть это регистры которые ну в свое в своем имени содержит какую-то букву и например ну например так ну я пока такой очень примитивный процессор рису не настоять ну который сейчас уже давно нет вот например да и дата индекс на или еще какую-нибудь и вот то есть это тоже регистр общего назначения но просто их зафиксировали для того чтобы они принимали например указатели на какие-то операнды допустим там на какие-то строчки и так далее ну какие-то операции которые принимают в качестве аргумента больше одного байта или там больше одного слова вот дальше это все хорошо есть регистры которые связаны с организацией памяти организации указателей вот про это мы поговорим чуть чуть попозже но давайте я их просто нарисую это скажем так регистры связанные с памятью тоже регистры ну так напишем память вот и еще есть то есть флаги в общего назначения регистр работающий с памятью и есть еще очень важный регистр до который называется и п я уже про него говорил да это instruction pointer этот регистр содержит указатель что такое указатель еще попозже поговорим да вот как ни странно этот регистр содержит указатель на инструкцию которую будет выполняться вот 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 это все дело в черне называется вот таким скажем так контекстом на контекстом потока потока исполнения поток из поток исполнения это не поток в смысле операционной системы создал поток там да это вот последователь с некой команд до которую вот выполнять процессы потока исполнения пошли до инструкции инструкции на которой указать это имеется ввиду вот что вот пока эта программа написанная в текстовом редакторе она к тому что выполнять процессор не имеет никакого отношения значит давайте хороший вопрос спасибо за вопрос значит что же происходит вот вы написали эту программу теперь вы хотите ее запустить что вы делаете вы сначала ее транслируете и получаете какой-то исполняемый файл давайте его напишем bin назовем так и попытаемся понять почему этот исполняемый файл может быть разным то есть одна и та же программа вот ну давайте так кто кто не помнит что был доз так вы не помните что был доз да хорошо сейчас объясню хорошо вы от транслировали вы от транслировали в самом простейшем случае вот эту вашу примитивную программу для сложения до в какой-то поток байтов да вот эти байты это что такой машинный код теперь но вы еще не можете это запустить это набор каких-то вот ну какой-то фарш на диске да например вы не можете запустить теперь надо его как-то запустить но у вас же процессор чем-то сейчас занят вы где-то там текстовый редактор запустили было дело вот то есть он он там текстовым редактором занят или там ассемблером который транслирует в эту программу потерял нас запустить вот для того чтобы запустить программу вам нужен некий системный сервис вот без операционной системы уже не обойтись да то есть вам кто-то должен это прочитать загрузить в память и передать туда управление самом простейшем случае если мы берем досы защищенный реальный режим там значит там было два вида бинарных файлов вот одни имели расширение . ком сейчас это уже никого смысла не имеет значит другое там по формату различать 2 xd вот ком можно было просто загрузить в память и передать туда управление то есть это был довольно маленький кусочек программы который не содержит я дальше расскажу что это такой длинных переходов который помещается в одном сегменте памяти а что это значит это значит что если мы здесь используем какие-то адреса то эти адреса влазят в один байт ну и в слово слово да они не в байт в слово байта для четырехразрядного компьютера они влазят слова то есть все адреса у нас являются смещениями относительно начала этой программы то есть если мы в программе поместили какой-то символ там b который мы хотим там сложить ну не знание не в этом 3 вот который мы хотим использовать как аргумент вот-вот для сложения да у нас где-то лежит в этой программе правильно но не может же и он не лежать потому что мы инструкцию которая транслирует вот например move там 3 , b да она вот этот 3 содержит внутри себя правильно вот теперь вопрос вот это 3 может быть числом и это 3 может быть адресом это уже ассемблер вам предлагает то есть если это адрес но вы должны там что-то поставить либо какой-то там не знаю значок ну зависит от ассемблер ассемблер разные бывают ну как-то указать что это адрес или не адрес а дальше вот этот транслятор это переводит в машинный код где это 3 либо лежит где-то в памяти тогда здесь оперант говорит а это лежит в памяти по адресу такому-то адрес это смещение от начала этого бинарного блока ну вот от этого бинарного блока то есть программы да но смотрите такие программы маленькие мы не можем длинные какие-то указатели использовать почему потому что длинный указатель ну мы немножко заберем длинный указатель помимо просто адреса линейного содержит еще какую-то часть какую-то базу от которой там считается сделано просто для экономии там адресного пространства я про это расскажу вот то есть вы эту программу в простейшем случае можете там запустить ну команд ком такой был в досе да вот он мог взять прям тупо загрузить это в памяти передать до управления сломался компьютер сломался так программа написали на перезагружать вот но поскольку эти программы ограничены вот есть еще и к за а вот и к за это уже другое это уже некая специальный формат некоторый специальный формат у которой заголовок у которого есть разные сегменты кусочки файла часть из них содержит программный код то есть вот эти вот инструкции до часть из них содержат данные причем данные они могут быть инициализированными не не инициализированными то есть если вы написали там print hello world от компилировали во строчках hello world это инициализированная же данная да она куда-то попала в какой-то сегмент этого файлика если вы просто написали массив какой-то int p скобочки там 600 это вот попадет в какой-то значит кусочек файла где лежат не инициализированные данные вот так вот чтобы этот файл загрузить операционная система надо попросить кого-то кто может разобрать этот формат может там вот выделить память да как-то там поправить вот этот указатель различные указ вернее регистр вот эти регистры связанные с памятью чтобы они показывали куда надо после этого только передать управление вот это что собственно что надо сделать чтобы запустить программу то есть вы не можете запустить программу на процессоре без поддержки кого бы то ни было если эта программа не является начальным загрузчиком то есть если вы записали свою прекрасную вот эту ком программу внутрь диска первого сектора то вашу программу тоже загрузят но уже не не операционная система некий железный компонент который зацепил с мы с ним там вот вроде прошлый раз детально все проговорили есть такое то есть вот у вас bootstrapping так называемый вот запуск компьютера от так стать кнопки пуск ну или там в клуб до так сказать того что вы видите на игрании hello world он может занимать но некоторые стадии да вот первое мы и проговаривали это bios там чет проверяет скале коллекционирует устройство что-то ищет там загружает передает и так далее то есть то есть самое большое что вы можете дать bios это вот такой блочок один ровно то есть вот ком программу практически да вот типа работает он такая голая на ничего не зависит но и ничего не умеет дальше вы должны пока аккуратненько читать какие-то там ну что-то да и как-то кому-то более серьезному передавать управление вот это bootstrapping это bootstrapping это как это по-русски даже не знаю раскручивание что ну в типа старт до такой многостадий вот так вот до сюда еще вопросы есть комп файл получается он не зависит от операционной системы вообще он зависит только от процесса до этого то есть мы могли этот комп файл с доза там на какой-то unix принести и там тоже он просто загрузил в память предуправление он бы точно так же если такой же процесс он точно так же исполнился тут есть одна тонкость если вы говорите что он не зависит то это по барабану в какой системе вы его запускаете то есть вот это это обозначает следующее что вот эту последовательность байт или там слов не знаю вот это бинарный поток вот этот процессор может интерпретировать как программу не выходя ни за какие рамки там складывать умножать там то есть ему никакие внешние сервисы не нужны то есть не не спрашивает там операционную систему и что-то еще такое вот поэтому довольно легко например портировать какие-нибудь там аудио или видео там какие-нибудь драйвера да они содержат внутри себя какой-то совершенно независимый ничё кусок кода их просто вот оборачивают вот не знаю что в такой вот вид который может загрузить там ну не знаю linux там или windows там или неважно да ассо а сами куски кода внутри сам вот этот вот бинарный код он одинаковый потому что процессор тот же самый ну система команд получается пакет структуру которым знает определенной операционной системы ну да а ком это как бы уже просто тупо год ну ну да но вот так за это был пример из досада то есть это есть два как бы формата таких мы ну это в нем рамок нашего рассмотрели но есть как бы два формата которые популярны вот которые могут вот упаковывать или описывать вот некий бинарный к объектный код еще говорят да вот то есть если это сложный форм ну вот вы не можете ком выполнить на в линуксе просто да потому что ну вы можете выполнить только тогда если вы загрузили правильно все это в память просто выполняете ну как-то передали туда инструкции понимаете сейчас как бы у вас так вот иллюзию лишнюю не создать неправильную в современных операционных системах в защищенном режиме нельзя написать произвольную программу загрузить ее в памяти выполнить потому что в процессе старта система из реального режима переходит защищенный а защищенный режим налагает определенные требования на программы которые там выполняются вообще в принципе но в режиме и симуляции в режиме эмуляции x86 архитектуры маленький простой да такой код можно выполнять но вот если кто-то с windows там давно давно когда-то работал когда она еще была там не знаю 95 или какой-то там был такой режим вот там ярлык создавался галочка там то что вот это там программа под доз вы запускали там создалось окно такого консольная да ну вот это на самом деле виртуальная машина такая как бы аппаратная создавалась выполнялась просто тупо как вот по круто там процессор в 16 разрядные все и больше ничего нет реальный режим вот но это было все обернуто вокруг то есть еще вопросы здесь нет процессор ничего про файлы не знает процессор знает только про память вот у него есть каким-то образом присоединенные к нему память ну по системной шине да они стоят просто на одних проводах вот вот этот и п ну память она имеет адреса до 0 до какого-то там неизвестного вот вот в эту память кто-то с помощью процессора загружает вот этот вот бинарник вот он лежит но этот кто-то тоже же в этой памяти где-то живет загрузчик вот вот после того как он загружает а что такое загружает вот этот и п это instruction pointer это адрес инструкции которая выполняется следующий ну или если вам легче думать текущей инструкции да вот этот состоит из инструкций это тут какой-то мусор лежит вот этот состоит из инструкции да то есть когда выполняются вот эти инструкции что происходит в эту память загружается вот этот бинарник вот он лежит теперь а теперь как передать туда управление вот в этот регистр поместить инструкцию вернее не инструкцию адрес вот вот начала вот этого в памяти память общее да эта стрелочка тупо начинает отсюда шагать это такая вот машина тьюринга на чем занимается она вот вот лента у нее бесконечно есть она берет там читает инструкцию горит перейди на 10 влево она переходит на 10 лево там написано перейди на 10 вправо переходит надеюсь и вот чем-то таким запиши туда прочитай вот все ничем не отличается абсолютно так еще тут вопросы есть я сейчас вот эволюцию меня там но значит вот чем отличается да вот ну вы знаете чем отличается ну давайте сравним ну смотрите значит обобщая вот то что вы говорите значит вот когда теоретики компьютерной техники когда вот они работали с транзистор ну транзисторами до условно пытались понять как должен выглядеть компьютер общего назначения они думали как организовать как связать процессор с памятью да и как вообще вот вот этот вычислительный процесс построить и существовало до 2 2 инструкции 2 2 вида инструкций значит 22 вида архитектур на 1 архитектура она такая память едино что это значит это значит что можно значит прям вот эту свою память модифицировать а потом ее же исполнять никаких проблем можно там шагнуть значит в какой-нибудь блок данных где написано hello world и начать интерпретировать хэлло к конструкции ну нет проблем проблема есть но на самом деле проблем нет тоже современный процессор если он видит на входе что-то непонятное он генерирует исключение и legal instruction да и все и как бы у него у него есть ответ вот другая архитектура она говорит так так памяти 2 здесь лежат только данные здесь лежат только код все вот и вся архитектура это на самом деле системы как бы схемы технический уровень да то есть тут разные шины да там понятно что процессор типа может быстрее работать если он там только кода с кодом работать здесь может быть какая-то буферизация но это не связано с общей идеей исполнения кома программы я бы так не говорил я бы говорил так что слово риск то есть ограниченный набор инструкций обозначает некий фиксированный размер которым кодируются операнды команды то есть у нас команд ограниченное количество они все одинакового размера вот и все а вот еще раз да если на вот этом уровне как это называется машинных кодов смотреть на риск и циск да вот главное отличие на мой взгляд но потом когда еще риск посмотрим можем снова это обсудить главное отличие такое риск заточен на то чтобы очень быстро читать команды и выполнять но команды простые нельзя сказать там а вот перемножь мне вот эту штуку на вон ту штуку вот вот та штука вектор ну вектор это смысле массив да это штука массив и вот давай не не никак потому что ну сложно и слишком инструкции дни закади ну просто мало возможности до мало команд вот но зато эти инструкции очень быстро выполняются ядро там очень быстро бы вот а это здесь на на декодирование инструкции уходит много времени и энергии да то есть там инструкция она может быть там очень длинной потому что тут написано это это инструкция это вот тип аргумента это вот вот часть там который указывает как с этим аргументом работ но неважно да то есть инструкция она как бы во первых не ну неизвестно где кончается инструкция начинается следующее потому что она декодировать для этого переменного размера вот и соответствие с этой схемой мы не можем ну очень быстро прыгну как бы шагать по инструкциям мы не можем такую вот такую такую вот какой-то параллельно исполнять вот это все как-то ну или там предсказывать анализировать да потому что мы не понимаем где там инструкция следующий что она может оказаться вот здесь а может оказаться через байт дальше может через два байта не поняла пока мы вот эту не декодируем если еще не понимаем то есть вот вот в этом как бы сложность но зато можно зато flexible как бы вот это можно менять так про это еще вопрос а можно ли считать что появление шею этого инструкции для вопрос не понял потому что intel и так циск риском не был как он мог отойти от риска если не являюсь риском но не в риск архитектуре а в циск архитектуре то есть мы не мы не можем да давайте так вы свой вопрос попытайтесь до конца сформулировать просто у нас там будет слайд про инструкции я кстати хочу уже начать шагать потому что вот значит да но да и мы когда будут инструкции вы воздадите хорошо значит теперь так про развитие да я не буду вам вспоминать все уж совсем нововведение в intel архитектурах потому что я их не знаю вы можете прочитать в этом замечательном руководстве на 3000 страниц но помимо разрядности с чего мы начали помимо разрядности еще очень важным как бы нововведением очень важной фичей которая появилась начиная там с каких-то древних процессоров до текущего момента является защищенный режим вот механизмы защиты памяти процессов и так далее они начали насчитывают свою историю с 2 208 6 компьютера еще тогда вот у нас компьютер ну как бы никто не не думал да что вот он может он он как бы не может но некоторые инструкции там уже появились например появился там прямой доступ к памяти там но я не знаю наверное для вас я не буду кица магически произносить которые все равно непонятное время не будет объяснить вот вот сразу давайте шагнем значит триста восемь шестой это первый компьютер первый процессор который уже в реальности мог организовать там защиту памяти которые виртуальную память вводит до пейджинг то есть мы про это отдельно будем отдельная лекция у нас будет прав про виртуальную память вот значит четыреста восемь шестой в общем то наверное ничем принципиально 308 что не отличается за исключением того что вводятся вот эти вот наборы инструкции которые будут там через три слайда впереди разные ммкс там с с е там ну все все вот это дело вот дальше там 5x86 или пятьсот восемь шесть pentium pentium провод начиная с pentium они начинают разветвляться появляются процессоры типа pentium pro которые вот заточены под высокопроизводительной обработкой под сервера они там работают только в паре например там или еще что ну вот то есть целая линейка да вот там это не ум там и тогда но туда куда-то в производительность пошло да вот но это нам не интересно давайте вот p6 начну архитектуры внутри они нумеруются вот p6 это да не интересное название а потом там начались всякие санди бридж и вибрации в общем как-то красиво до называться но значит смысл вот какой смотрите ваш вопрос про внутри риск и так далее вот архитектура p6 я с вашего позволения сюда подойду пишу меня не видно это слайд вот архитект да я как-то вот сейчас до чтобы вам было видно значит вот архитектура p6 смотри а вот нет ли указки вот что очень хочется есть супер отлично вот это та самая системная шина на которой стоит процессор да и где он берет там допустим вот эти инструкции или получать доступ к памяти и так далее вот этот систем бас на уже нас теперь имеет нечто осмысленное дальше смотрите существует несколько уровней кишей вот например кэш 2 уровня кэш 1 уровня и так далее смотрите что тут интересного у вас появляется я про все не буду рассказывать не очень интересно но у вас появляется например ядро да какое-то исполнительное вычислительное ядро которое занимается выполнением инструкций непоследовательно процессор сложные поэтому если посмотреть на последовательность каких-то инструкций команд можно как-то их переставить местами для того чтобы задействовать разные каскады ну понятно что пока процессор складывает числа и когда он например там не знаю пишет что-то в память у него разные как это транзисторы работают да это значит что можно посмотреть внимательно знаю структуру процессора можно посмотреть на вот эти команды до их как-то параллельно исполнить то есть это уже получается как это супер скалярной архитектуры и все такое да когда он здесь конвейер но про конвейер опять же нужно много говорить теоретически и практически но и так далее то есть вот сплошные линии показывают наиболее вероятный путь как вот какие ветки задействованы в основном да когда процессор исполнять то есть если тупо проинтерпретировать вот эту схему то одно из свойства но такое вот вся программа находится в кэше первого уровня и тупо процессор с этим кэшом работает никуда больше не лазит вот но это на самом деле похоже на правду если мы там не читаем память обычно предвыборка какая то есть это инструкции да мы их там декодируем работаем теперь про декодирование вот здесь есть такой фронт-энд так называемый да который называется декодирование ну или не знаю фронт-энд да у него то есть фич декод да и некий там экзекьюшен то есть смотрите вот на самом деле декодирование это что за процесс то странный это как раз преобразование вот этих высокоуровневых инструкций задействование каких-то примитивных узлов ну более как бы простых до внутри процессора это вот к вашему вопросу он является риском внутри или нет ну вот не знаю решаете сами это p6 то есть это вот там типа пень но я точно не знаю как матчится архитектура ну что-то в районе пентиум вот дальше поехали да ну и и вот что интересно в этом всем ночь зоопарке квадратиков интересно что у вас появляется некоторый кусочек который занимается предсказанием а куда же пойдет вычислительный процесс дальше это значит что у вас процессор уже дав далеко не такой как я вам там нарисовал вот у него идет он железобетонно выполняет все одинаково за один такт нет это значит что очень сильно зависит от того что там перед этим выполняли скорость исполнения поэтому в мануалах скажем до пентиума можно было найти инструкция стоит столько-то тактов ну на каждый вот у меня был там мануал я его читал там написано было а сейчас такое даже не написано потому что время исполнения инструкции неизвестно она зависит от того в каких условиях процессор пытается ее исполнить но это знаете вот знаете как вот 0 тактов пожалуйста ночью нос конвейер там столько линий может вам ничего не стоит там куда-то там байт пропихнуть неизвестно знаете вот ну как средняя температура по больнице ну наверное хороший показатель то есть среднем болеют или нет да ну ну как бы а дело в том что худшее количество тактов это просто верхняя оценка да а вам для оптимизма вы можете да у тебя что значит сравнивать две операции понимаете в чем дело вот как вам сказать вы не выполняете какие-то абстрактные программы выполняйте конкретные программы в конкретных условиях это значит что вот средняя там стоимость исполнения инструкции она вам ну как бы ну самое худшее вот даст вам такой прогноз и программа вот завод за такое количество тактов завершится но это не дает информации к оптимизации там оптимизация в общем сложное дело на современных процессорах ну вы можете это использовать да посчитать ну да через день программа закончится читать так дальше смотрите netburst да полезно да полезно полезно да в среднем я езжу там не знаю на работу это у меня занимает час вот я планирую час и час да ну или там худшем случае два часа да но если я перед этим посмотрю на пробки и выберу маршрут то в среднем меня будет лучше потому что я использую локальный контекст вот это примерно так же можете заложить себе два часа времени на дорогу каждый день и не париться да но если вы будете использовать каждый раз смотреть а вот что лучше то вы можете очень хорошего результата достичь вот примерно так же да вот правда ли что если время выполнение программы командами штатого товара это какой-то очень странный вопрос на него сложно ответить понимаете в чем дело все команды атомарны ну все потому что она делается до за несколько тактов но если команда занимает меньше тактов то она атомарна сейчас давайте вот мы что сделаем значит вот вот я пытаюсь сформулировать следующую мысль вот некоторые понимают отлично что такое такт помните здесь вот был нарисован квадратик который назывался значит мужик который задает время или там квадрат который задает время тактовый генератор вот так это щелчок этого генератора то есть это такой вот ну синхронизирует секунда да вот меньше не делится да вопрос как меньше чем за такт может что-то выполнится потому что какая-то инструкция например она может быть выполнена параллельно с какой-то это значит что если мы две инструкции одновременно выполняем которые совместимы но не задействует разные узлы процессора мы их как бы две выполняем за один такт это значит что у нас каждый из них занимает меньше такта как бы да но на самом деле это выглядит следующим образом у вас есть какая-то инструкция которая ну с большой кучей инструкции выполняется параллельно это значит что мы ее просто можем совокупить к такту следующей инструкции подсчет времени просто вот вот эту инструкцию с которым совместимым предпочитаем а вот эту не посчитаем и все то есть я не хотел бы углубляться вот в эту там супер скалярную архитектуру эти конвейер это очень какой-то сложный вопрос да она использует вычислительные способности своего же вот этого ядра она внутри сама как вычислительная но смотрите вот я бы на вашем месте рассматривал процессор внутри как компьютер вот там тоже есть какие-то блоки какие-то из шины какие-то блоки умеют вычислять какие-то блоки умеют там не за декодировать выполнять конкретные программы какие-то блоки еще чем-то занимается умеет писать там читать там еще что то да вот то есть компьютер внутри он очень похож на процессор внутри ну в каком-то смысле системы ну как бы технически похож дальше поехали да здесь вот следующая архитектура до которая тоже довольно популярным же третий уровень кэша да но он скажем так да вот чтобы вот что это здесь хотел сказать про кэш и что здесь видите появляется вот трейс кэш и так далее да и и еще один кэш значит смысл заключается следующим когда у вас несколько процессоров или несколько ядер у вас оказывается что у каждого вот этого ядра исполнительно у него свой кэш и в общем то что это обозначает это обозначает что если программа меняет какие-то данные да то это видит только процессор и в памяти они не видны до тех пор пока кэш не синхронизируется с памятью понимаете да вот это дело поэтому чем больше появляется процессоров тем сложнее управлять кэшем до тем сложнее эффективно управлять кэшем да мы можем сделать как это биткер на логда стой подожди сейчас я но это все равно что мы будем наполняться на одном ядре там то есть кэш он вот очень такая вот вещь тяжелая да и память да тоже бывает юма ну 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 мой это когда скажем так ну а это но он uniform memory access да эта ситуация когда процессоры или процессор к разным кусочком памяти имеют разные по скорости доступ вот такая вот история да то есть у вас память вот стоит так раз два три четыре пять и процессор этот раз два три четыре пять вот каждый к ближайших имеет быстрый доступа к остальным медленный вот но мы на этом скипнем так вот теперь core ура да вы спрашивали про корчу такой core ну там в мануале есть несколько более солидной картинки они просто наслать не влазит вот смотрите здесь уже видите у нас появляется планировщик я очень хотел этот слайд показать вот зачем потому что уже кажется что у нас сам по себе процессор является ну как бы компьютером с операционной системой уже да получается да то есть есть видите внизу есть какие-то блоки которые умеют считать в том числе с плавающей точкой какие-то блоки умеют считать в смысле значит ммкс смысле обработки каких-то потоковых данных однообразно да некоторые ну тем же самым да есть отдельные модули которые называются записью чтение занимаются записью чтением данных в память есть планировщик который говорит а как бы вот так перегруппировать инструкции чтобы вот эти модули эффективно задействовать да понятно что если есть набор операций допустим каждая из них она там подразумевает чтение запись там значит данных да то лучше конечно загрузить вот этого друга сразу для пачки операций да и этот друг пакет на их оттуда вычтет да потому что смотрите но вы работаете через шину через какой-то протокол да если вы работать через протокол понятно что вот если вы сообщение будете отправлять по байт на например ночью 1 байт получил получил а второй получил получил по 3 получил не не получил ну 3 вот тебе еще раз да то есть это медленно или так я тебе сейчас пошлю 400 байтов получил 400 не на 200 сломалась отлично я тебе с двухсотого там до 400 ну понимаете да эффективность уже там существенно возрастает и чем меньше кусочки данных тем больше вклад в эффективность мы можем сделать с помощью пакетной обработки тут байты не теряют ну хотя тоже терять хорошо идем дальше дальше у нас по плану какая-то вот это вот я вам так просто для справки опять же это оттуда вырезано но смотрите это наш байт с которым мы привыкли работать да вот это слово это два байта и к ним каждому можно обратиться значит дальше там двойное слово четверное слово двойное четверное слово не замечаете никакой значит странности посмотрите вот у нас вот правая часть делится всегда а левая вот просто вот вот целиком прибавляется да вот точно также устроены и регистры ну вот смотрите у нас байт был до расширение байта просто слева приписывается байт есть дальше расширение слова слева приписывается слова то есть вот эти два могут сюда вкладываться ну вот так куда а тут вот сразу слова приписывается дальше слово двойное слово да вот он двойное слово сюда приписывается двойное слово то есть расширение всегда кратно ну как умножение на 2 сразу разрядности да теперь вопрос как выбрать я надеюсь что вы знаете но все равно спрашиваю как выбрать вот вот отсюда байт как выбрать ну у вас есть байт вот я хочу вот в этом слове ну хорошо ладно и слишком большое я хочу вот в этом двойном слове взять 3 байт как но у меня вот операции вот только такие вот есть еще логические операции о побитого и да это вы должны понимать да то есть есть такие операции есть и или до которые складывают вот они где начинают работать ну там математику все изучают а потом вот вот она тут и начнет работать то есть есть вот эти операции да и или есть сдвиги вправо-влево да то есть сдвиги они вот кстати сдвиги двигаю туда-сюда и сдвиги бывают разные сдвиги бывают такие что мы на бит двигаем да этот бит на попадает в регистр флагов бывает так мы на бит двигаем этот бит попадает с обратной стороны ну в некоторых случаях это интересно да ну когда вы пишете конечно как бы там какой интерфейс на java налабать ну тут вот сложно очень любит им перейти а вот дальше поехали еще немножко про раз по расположение памяти про адреса и так далее вот память значит вы знаете что есть там big indian и little indian это про что порядок битов или порядок байтов порядок битов то есть у нас бит самый младший живет слева ну вот если в этой картинке досмотреть и сюда увеличиваются вот байты организованы вот таким образом но слева на этой картинке сказал потому что это 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 вот адрес номер 0 ну то есть адреса растут вот так смотрите вот 0 4 потому что адреса в байтах да вот 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 сюда идет как по-арабски читают или или не не за по какому по-китайски вот так вот да туда вот битов с этой тебе ты туда смещаются слова туда тоже увеличение адресов то есть и биты увеличения ну как бы не бывает битовых адресов но тем не менее да и битовы увеличение адресов и слова увеличения адресов или адреса да но это все вам понадобится конечно же до указатели ура что такое указатель указатели бывают двух типов простые сложные или близкие далекие данные фар значит сначала с простыми указателями короткими или близкими так называемые указатель это просто смещение относительно какой-то ну вот сам указатель он просто вот такой вот он равен слову просто слова машины на это указатель 32 разрядная машина в 32 бит указатель вот машинное слово машинное слово машинное слово это такая вещь которая как бы двойной тройной никак бы неприемлемым вот значит это машинное слово да если у 16 разрядная система у вас 16 битвы указатели если у вас там 32 разрядной или там 3 битная система как у кнута да но значит там вот теперь вот эта штука длинные указатели вот здесь помните когда мы ком программу разбирали там все короткие указатели почему потому что не требуется никакой загрузки не требуется создание такого окружения где указатели начинают принимать смысл какой-то да то есть для того чтобы длинными указателями работать нам надо вот иметь вот эту приставочку эта приставочка обычно хранится вот здесь я говорил про память но там еще слайд будет хранится в специальном регистре специальные регистра содержат регистры содержат либо адрес от которого считается от которого откладывается простой указатель сейчас я фломастер вспомню где меня ушел спасибо значит вот у нас память самом простом случае в реальном режиме нас память так устроена у нас есть какие-то говорят выровненные по границе сегмента адреса ну что это за адреса опять если в общем виде это просто вот все адреса вот здесь вот которые кончаются например на 40 ну то есть вот здесь что-то написано какие-то цифры а здесь вот например 4 ну или 5 или 6 или неважно вот 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 эта часть вот эта часть без этих нулей загружается в регистр управления памятью и это является базой для всех но для все всей вот той вот короткой части of set это там написано да это смещение база и смещение вот то есть для того чтобы вычислить адрес в памяти надо взять базу сдвинуть ее на то количество битов которые мы зарезервировали для смещения вот ну допустим на какой там что за разрядной машине это будет 16 бит да вот сдвинуть и ну собственно тогда мы получаем адрес в памяти да это что нам дает это нам дает возможность оперировать короткими числами да для ну в рамках сегмента если сегмент другой но мы можем там значит уже поместить другое число и так далее защищенном режиме защищенном режиме вот этот сегмент не сам загружается в регистр а создается табличка в памяти ну вы не пугайтесь про память мы будем отдельно говорить до создается табличка в памяти которая описывает сегменты и тогда в этом регистре загружен просто номер записи в этой табличке а запись сама уже описывают вот этот сегмент но это все быстро работает это аппарат надо то есть если здесь у вас на арифметика была простая взять это подвинуть и прибавить то здесь арифметика в защищенном режиме арифметика немножко более сложная взять это прочитать тут что-то там прибавить и сложить да ну и сдвинуть там и сложить но неважно вот каждая запись соответствует сегменту это нет взяли память поделили на куски и каждый из этих кусков описали сейчас вы взяли память вот в общем случае разделили как вам за благорассудиться на какие-то куски вообще разного размера там неважно вот а потом сказали вот я введу такую структуру данных которая описывает любой из кусков которые в памяти вот так нарежу себе да вот и вот в эту таблицу мы поместили описатели типа где начинается память где начинается сегмент где он заканчивается или какой у него лимит да какие у него права доступа там и так далее вот а дальше ну вы как-то меня вперед заталкиваете а дальше эта таблица уже разные таблицы могут как бы сопоставляться с разными процессами вот ты процесс системные мы тебе взяли таблицу в которой существует там ну там 10 дескриптов а вот и процесс пользовательский мы тебе один поместим у тебя только вот один кусочек памяти доступен обезать что памяти нет память есть но тебе доступен через вот этот селектор так называемый только один кусок который вот там есть это механизм защиты то есть нельзя воспользоваться тем чем физически нельзя воспользоваться ли в таблице не описано ну все это аппаратная схема трансляции она как бы если ей туда не загрузить там ничего нет указатель указывать на место в памяти так так указатель указатель до указатель это адрес в общем случае да но вот этот адрес он бывает простой структуры сложной структуры еще раз сложной структуры когда не хватает мнения смотрите у вас ну вот память адресное пространство да у вас есть адресное пространство и у вас в систему установлено сколько то физически микросхем памяти ну гигабайт да это значит что физическая память у вас там от нуля до скольки то да да гигабайт вот там все адреса присутствуют теперь указатель указатель это что такое это уже не физическое понятие это понятие такое абстрактная программная да у вас процессу или программе которую вы тоже исполняете предоставлена тоже адресное пространство это номера какие-то тоже от нуля да может быть там как чего-то до разрядность вот то есть они не обязательно соответствует этим реальным как бы микросхем в защищенном режиме они точно не соответствуют а в реальном режиме они точно соответствуют то есть защищенном режиме у вас процессор занимается трансляция адресов то есть он берет ваши адреса и через какую-то табличку там что-то там вычисляет все время а в реальном режиме ну они соответствуют просто память отмаплена на адреса обычно там таким образом ухай дальше пойдем вот теперь набор инструкций я думаю что вы вопрос там подготовили да значит набор инструкций инструкции общего назначения вот которые там самого начала ну если вы мануал откроете там прямо по группам там и не знаю много все это перечислено смысла нет перечислять я просто вам расскажу какие есть значит общего назначения вот эти сложить разделить умножить там так далее переместить в память и так далее в пау это инструкции работающие с плавающими числами то есть в процессоре начиная с какого-то наверно с 308 6 внутри появился блок который называется фпу на 208 шестом по моему я могу ошибиться вы меня проверьте он мог быть снаружи мог быть внутри могло быть там не быть там в общем фпу это отдельный отдельная микросхема или отдельный набор там за транзисторов до которые умеют работать с плавающими числами это тоже отдельная песня вот и в ту инструкции специальные для работы с плавающих числами то есть вы ее не можете с помощью инструкции адд два с половиной прибавить три с половиной так не бывает такого нет процесса ну то есть если уж вы хотите работать два с половиной ну потрудитесь разобраться что это такое ммкс это вот первое расширение которое такое для синд так называемых данных то есть single instruction multiple day то это когда вы одну операцию выполняете над кучей данных да то есть у вас есть какой-то вектор вам надо вот ко всем элементам ну я так фантазирую немножко прибавить 3 вы говорите вот я хочу прибавить 3 но вот вектор у меня там ну то есть данных у меня он 400 штук вот тебе три вот тебе указатель на данные вот тебе 400 но там как-то это делать это вот ммкс это первая вот эта сим инструкция поддержка значит что такое это вообще-то пришло из multimedia extension да то есть просто при кодировании при всяких там вот кодирование того или иного контента очень часто вот такие операции применяются дальше с с е 1 2 3 4 и 3 ну в общем это все это все вот вариации ммкс можно так говорить грубо я конечно не прав но неважно в x это я даже забыл что такое в x ладно вспомню скажу system instructions вот эти все инструкции которые помните я говорил перейти в защищенный режим значит допустим установить там точку останова в девайгере то есть прерывание до какой-то назначить сконфигурировать вот эту табличку загрузить там в памяти или там вот это все инструкции системные они связаны именно вот с организацией вычислительного процесса да вот это в основном привилегированные инструкции то есть их нельзя выполнять в обычной программе в ядре операционной системы их можно выполнять вот обычной программе нельзя дальше vmx это виртуализация да то есть это инструкции которые помогают ну скажем так на аппаратном уровне поддержать виртуализацию до различные там модификации вызовов там трансляции каких-то вызовов одних других но и в общем это не очень важно можете посмотреть что они себя и вот специально значит вам вот поместил такое на слайд для того чтобы было страшно с одной стороны другой стороны не страшно да вот 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 есть такие наборы инструкции которые всем понятно есть вот вот аж но вот такие я вот над этим тоже бил убился значит но я так думаю что вот это мул это от мультиплай умножить значит кудэку это какой-нибудь квад дэйта что-нибудь то есть это на самом деле инструкция вот видите нам стакодирование крипто криптография каких-то поддержки каких-то вот умножение каких-то безумных чисел там ну то есть вот то что ну кто-то криптографии если знает я не знаю там есть операции которые вот над большими числами какими-то ужасно большими вот это там есть набор я точно не знаю поэтому вот как это загадка кто отгадает тому значит но это криптография да это это да да наверное наверное это вы да 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 это это викторизация тоже правильно это викторизация все точно окей дальше вот теперь несколько слайдов последних так что-то мы про сэмблер немножко затянули ну ладно 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 значит несколько слайдов про стек значит вызов как в процессорах intel вызывается программа вот есть такая инструкция call call это что такое ну вот вы когда пишете print на на сэмблере это выглядит так call print ну а а принт в сам по себе это что такое то метка метка это адрес вот мы любой на ассемблере я сейчас покажу кусочек кода нас два кусочка кода на ассемблере который вам придется дома изучать самостоятельно но не бойтесь я на следующий паре все расскажу значит на ассемблере есть такая прекрасная возможность вы можете любой из байтов памяти назвать вы можете сказать это вот тут print или вот это b или вот это там еще что то вот то есть print это на самом деле просто метка это называется метка метка бывает но метка у вас если вы использовали неправильное программирование с помощью go to да то там вы так делаете делайте метку какую-то там пишите там и где-то там пишите go to end так вот end это метка и в ассемблере это то же самое то же самое метка это просто пометка памяти пометка адреса вот call print обозначает следующее передать управление по адресу такому-то то есть загрузить вот сюда в айпи адрес вот вот этот вот который здесь но нам же придется сделать и return а для return а у нас есть инструкция red так вот инструкция red должна восстановить порядок исполнить она должна вернуться на следующую инструкцию как это сделать ну для того чтобы это сделать надо перед тем как пошагать куда-то надо запомнить где ты был вот поэтому смотрите теперь про регистры важно да у нас есть специальный регистр ну скажем так он связан с управлением памятью называется sp stack pointer этот регистр показывает где находится стек что это обозначает это когда вы грузите вот эту программу в память если вы просто загрузите вот ком да и не покажете где стек вы можете случайно затереть всю программу ну так вот получится сейчас объясню в начальный момент давайте только вот эту часть рассмотр даже вот только вот этот вот квадратик вот для того чтобы ответить о каком стеке идет речь надо понять что такое стек давайте кто кто не слышал слова стек вы не слышали слова стек ну я слышал его структуры данных программирования что вы взяли я что что это структура данных программе сейчас я от рота пока вы объясняете что такое стак что за структуру данных ли фон из до пластин все стало на смотрите как это работает структура данных да у нас есть какая-то структура данных контейнер до какой-то ну ну кант назовем его да и вы можете так сказать значит cont push что-то да cont pop что-то правильно что это обозначает вот вы три сюда положили и 3 здесь получите на выходе посмотрите это очень удобно использовать для того чтобы ходить куда-то с помощью call я у стер я вижу какой у меня следующий адрес вот я стою на адресе 10 а следующий адрес 12 я говорю ok push 12 и пошел там что-то поделал а тот кто делает return он делает такое действие pop он не знает что там что там было 12 а дальше делает jump 12 очень удобно правда теперь как стек реализовать на ассемблере стек реализовать на ассемблере это прекрасно берем берем значит кусок от любой адрес в памяти и говорим это стек значит выглядит примерно так мув рупс ну сп вот этот адрес стек помните это метка я так вот назвал вот этот байт в память это стек мув сп ну на в обратную сторону ну в стек сп то есть загрузили стек в сп это регистр это регистр правильно теперь отлично у меня есть я хочу делать так я хочу делать пока не знаю когда я хочу делать push адрес возврата до какой-то адрес 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 вот и хочу делать поп да ну и собственно джам потом вот как я делаю пуш пуш это такая штука сп плюс размер указателя сп плюс но 4 да допустим слова у нас допустим 4 байт на dsp плюс 4 а дальше даже не так как бы так вам что в ассемблер совсем не не ударяться то есть смотрите я что делаю я говорю а теперь стек у нас перемещается сюда а по адресу сп минус 4 я кладу вот этот вот пуш я же что-то аргумент какой-то аргумент кладу а теперь что такое поп поп это такая штука я в обратную сторону делаю я значит сп делаю минус 4 то есть стрелочка в обратную сторону перемещаю да а то что лежало в сп плюс 4 кладу в аргумент вот весь так то есть делая пуш 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 я просто вот эту стрелочку передвигаю на размер указателя сколько мне влезет делая пуш 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 вы можете затереть что-нибудь правильно вы понимаете это очень правильно вы понимаете я могу либо выйти за границу там не знаю чего адресу его адресного пространства какого-то до памяти реальной либо я могу если я иду ну мы не нарисовали куда нас память растет да если у меня здесь какая-то программа я могу ее затереть этими значениями что получается получается как говорят покоробченный стек испорченный стек все очень просто поэтому перед тем как начать исполнение этой программы не дай бог у вас тут кол появится надо вот этот регистр сп инициализировать туда надо загрузить то есть вы в своей программе должны вот не просто написали муф там тра-та-та-та-та-та-та вы должны определить кусочек данных пустой массив и сказать это стек и первой командой сказать установить спс так pointer на вот этот вот кусочек данных тогда у вас так будет вот сюда расти но не дай бог вы мало определили у вас там рекурсия какая-то бесконечная нам быстренько так программу испортить будешь вот весь так а теперь посмотрите сюда внимательно что там написано вот вот только этот квадратик рассмотрим там написано что когда мы вызываем какой-то ну переходим на какой-то адрес да с помощью call ну что делаем мы сохраняем ну тут ей айпи ну расширенная пену неважная пима сохраняем из из тракшн пойнтер вызову программы которые делает call до колен ей ей пи да и мы же стек дальше кладем параметры то есть если мы вызываем тут у нас тут аргумент какой-то если мы на него внимательно посмотрим этот аргумент делится на две части это сама строчка где-то лежит до ее адрес то есть на самом деле то мы передаем путь адрес как мы это делаем мы это делаем так пуш пуш адрес вот этой строчки ну какой-то да а дальше call путь теперь вопрос чем начинается путь вот теперь вот этот кусок памяти у меня называется путь вот чего он начинается ему надо параметр взять и он вычисляет номера своих параметров это сп минус сколько-то там 4 первый параметр 8 там 2 12 3 16